Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Братья и сестры, приветствую всех вас я с этих прекрасных гор Карачаева, Черкесии. Очень красивый регион, очень красивая республика, очень красивые места, красивые горы. Вообще, я очень впечатлен этой поездкой и думаю, что это одно из самых красивейших мест вообще. Вот здесь, на Кавказе, потому что здесь рядом долины, горы, небольшие горы. Здесь высокие горы, были на Донбайе, там просто снежные эти вершины впечатляют, конечно. Но еще больше впечатления, вот эти храмы, древние храмы, которые здесь сохранились еще. И вот этот храм, который сзади меня вы видите, это храм, написанный 10-го столетия, Сентинский храм. Поподробнее, интересно узнать бы историю этого храма, конечно. Но этот храм и подобные ему храмы, это напоминание этой земле всем карачаевцам, всем черкесам, всем-всем-всем народам, проживающим здесь. О том, что некогда эта земля, она была просвещена светом Слова Божьего, Евангелия. Некогда здесь, на этой земле, жили люди, любящие Господа Иисуса Христа. И сегодня, конечно, здесь есть христиане, безусловно, да, слава Богу. Но, конечно, большая часть населения так или иначе исповедет ислам и имеет очень смутное представление вообще о христианстве, о Христе, об Иисусе, как и спасители, многие не знают и не слышали даже. Но пусть эти храмы, древние храмы, они напоминают этой земле о том пробуждении, которое было когда-то. Это как памятники, знаете, как памятники пробуждению. И вот я хотел бы, чтобы мы вот с помощью вот такого видеосюжета прошли в сам храм. Конечно, храм запущен. Конечно, храм, хотя написано на нем, что он охраняется государством, но он никем не охраняется абсолютно и никому не нужен, я так понимаю, к сожалению. Здесь все заросло, здесь все разорено. И это очень, конечно, прискорбно. Хотелось бы, чтобы действительно не просто вывеска была на нем, что охрана есть какая-то, но чтобы действительно была забота определенная. Кроме животных, вот следы, которые здесь видны, здесь, видимо, и почти никого не бывает. Ну и люди. Но люди здесь сделали много, ну нехорошего, конечно, потому что даже, видите, вот сверху там надписи все эти. То есть люди оставили здесь после себя такие тоже следы варварства. Видимо, нет уважения такого у многих, конечно, людей к вере вообще как таковой, к Богу, к Творцу. И потому что залезть на храм и сделать такую какую-то надпись, это, ну это, явно говорит, что в голове такого человека нет Бога, нет Христа в сердце и нет в совести Слова Божьего. Но, несмотря на это, благоставляем этих варваров и дай Бог им покаяние и примирение с Богом. Дай Бог, чтобы эти люди, которые оставляли здесь свои надписи, чтобы они пережили покаяние и прощение, и примирение. Чтобы они однажды приехали сюда, стирая эти надписи, восстанавливая этот храм, воздали здесь славу Богу, Творцу Всемогущему. И не свое имя здесь провозглашали, увековечивая, а имя Господне, имя Иисуса Христа, чтобы увековечивали. И здесь, и во все дни своей жизни. И вот здесь сам, собственно, вход в храм. И для тех, кто может знать, не знает, но в древней традиции православной принято с запада на восток ориентировать храмы. И вот здесь сам вход, собственно, в храм. Здесь запад, получается, вот это западная часть. Там восток, юг. Это Дамбай для нас сейчас. Это вот те заснеженные вершины, что вы видите. Это юг. Это дорога на Иерусалим, будем так говорить. Кстати, сегодня еще март месяц. Заканчивается март. Но вот видите, здесь уже распустились почки. И цветочки эти видны внизу. Очень красиво. Прекрасно просто все. Слава Богу. Замечательно. Природа всего очень прекрасна здесь. Конечно, это еще только лишь начало этого пробуждения. Начало первое, знаете, как духовно. То, что здесь сейчас переживают народы, переживают народы. Это только лишь начало великого пробуждения, которое, оно сейчас уже где-то проклевывается, где-то кто-то проснулся уже. Но многие еще дремлют, многие еще спят еще, многие еще мертвы. Но солнце пригрело, пришел дождь, и Господь дал жизнь. И также пусть светом Слова Божьего просветятся народы. Слава Богу. И вот мы сейчас войдем в сам храм и помолимся. И я хочу спеть благословение в этом храме. В этом храме уже, я так вижу, давно не совершало здесь богослужения. Не совершалось здесь, не совершалось здесь дюргия. Уже давно здесь не звучало Слово Божье. Хотелось бы, чтобы в этих храмах вновь зазвучало Божественное Слово. Чтобы вновь имя Иисуса Христа было прославляемо. И вот здесь вот, эта часть, алтарная часть, собственно, здесь был престол. Здесь совершалось богослужение. И, ну, собственно, почти ничего не сохранилось из вот этих фресок. Можно лишь кое-что разглядеть. Вот, можно снять, допустим, ну, там это просто уже кощунственно что-то сделано, нарисовано что-то. Вот, а из старых этих фресок, вот здесь видно, лик. Может кто-то подрисовывал. Ну, здесь, видимо, были разные святые изображены. Вот здесь, собственно, на этих стенах. Потом все это было забелено. Здесь еще внизу кто-то постарался, забелил. Но, в общем-то, чтобы, видимо, придать какой-то, видимо, этому храму какую-то чистоту, хотелось бы, чтобы здесь на самом деле имя Господня проставлялось. И чтобы здесь вот потомки, вот этих верующих христиан, люди разных национальностей, чтобы они проставили здесь имя Господне, имя Иисуса Христа. Помолимся давайте об этом. И я хочу спеть благословение в этом храме также. Великое благословение от Бога на всех переступающих порог этого Дома Божьего. Это Дом Божий. Хотя он и в запустении, хотя он и сейчас находится в таком, как бы, сквернении, как бы и в поругании. Но, знаете ли, все равно Господь, Он смотрит на это место. И я думаю, что это место было посвящено однажды Господу, Иисусу Христу. Однажды имя Господне здесь провознашалось. И это на этом месте возносились молитвы, как фемиам, знаете, как благоухание к престолу славы. И хочу спеть благословение на весь Кавказ, на Северный Кавказ и на весь Кавказ благословение Божье. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Аврама Исаака Якова, Отец наш, благослови Господь, Боже, этот храм. Благослови Господь, Боже, всех переступающих порог этого храма, Господь. Боже, смогущий, и будь в этом храме, Господь, однажды вновь зазвучат молитвы святых, Господь, Боже. Вновь, Господь, люди будут приходить сюда, Господь, Боже. Боже, Карачаевцы, Черкесы, разные люди разных национальностей, Господь. И, как и далекие предки, здесь славит Тебя, Господь, возвеличит Твое святое имя. Пусть кавказцы разных народов, Господь, в этом храме и в других храмах, сохранившихся, в древних храмах Кавказа, они соберутся вновь, Господь, и восславят имя Господа Иисуса Христа. Пусть прославится Твое святое имя, Господь. Благословен Тебя, Царь Вселенный. Благословен Господь Бог наш. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И молитесь за пробуждение на Кавказе, молитесь за возрождение здесь на Кавказе. И, конечно, хотелось бы здесь тоже и литургию такую провести, знаете ли. Я думаю, людей сбывают, уже есть свечечки, кто-то зажигал свечи. Я не знаю, может, приходили даже на праздник, я думаю, почти. Или, может быть, кто-то зажигал именно свечи с верой такой, знаете ли. Не только приходили сюда, чтобы что-то написать такое о себе, но и Бога проставить. Кто-то, может, приходит сюда на молитву, кто-то курил здесь, кто-то, знаете ли, молился. Все люди разные приходят сюда. Но хотелось бы, чтобы сюда люди приходили, знаете ли, действительно, во славу Господа, во славу Божью. И взывали Бога всемогущему. Слава Богу. Молитесь за Кавказ, молитесь за пробуждение среди народов Кавказа. Аминь.